Видите, что у нас есть также четыре шага к инфлуэнсингу, да? Для того, чтобы всю теорию, которую я сейчас рассказала, перенести в практику и также сметчить это с нашей лифт-концепцией, мы разработали схему, которая называется «Четыре шага инфлуэнсингу», то есть четыре шага, которые нужно выполнять каждый каталог. Что это за четыре шага? Эти четыре шага – это не просто теория, которую мы придумали, друзья, это четыре шага, это собрали всех успешных лидеров со всех стран, где запущена в ЕПИ-концепция. И специально сейчас для украинского рынка, и это было еще сделано в Грузии только в прошлом году, и сейчас мы его еще адаптировали для Украины, это вместе сбор информации всех растущих, быстро растущих лидеров и их действий. Поэтому мы сформировали такое «Четыре шага к инфлуэнсингу», которое очень сильно поможет увеличивать количество ВИПов в вашей организации, максимально эффективно с ними сотрудничать, увеличить активность ваших ВИП-клиентов в вашей организации, и, конечно же, зарабатывать там два, три, пять раз больше. Вы видели эти расчеты, я сейчас не буду на них сегодня останавливаться. Итак, какие у нас четыре шага? Шаг номер один – это подготовка. Обязательно в каждом каталоге ведется подготовка, мы сейчас дальше конкретно по каждый шаг проговорим. Вы можете не фоткать, не записывать, потому что эта запись будет, презентацию я вам дополнительно вышлю, поэтому, пожалуйста, максимальная концентрация сейчас на слайды, на то, что я буду вам рассказывать. Шаг первый – подготовка. Шаг номер два – это вызвать интерес. Как вызвать интерес у нашей аудитории в социальных сетях по нашему продукту, либо по нашему предложению? Есть также свой алгоритм, которым мы обязательно должны придерживаться. Шаг номер три – это конкретное оформление заказа, сделка и сопровождение. И тут очень важно, какой фундамент мы залили. Если наша сделка и сопровождение делается с любовью, сделается взаимопониманием и правильными действиями с нашей стороны, то мы обеспечиваем то, что мы сохраняем четвертый шаг, и у нас очень крутая активность будущего в наших веб-клиентах. Что это значит, активность, когда наши веб-клиенты заново, снова и снова приходят к нам, потому что они хотят только покупать у нас. Соответственно, сейчас мы будем рассказывать отдельно про каждый шаг. Шаг номер один – это становятся постоянными клиентами. Шаг номер один, друзья, это подготовка. Смотрите, в шаге номер один есть три очень важных пункта, которые нужно соблюдать. Первое – в каталоге один раз выбираем три продукта максимум. Не часто слышу, а можно ли формировать реферальную ссылку на каталоге, выслать его там 10 человекам? Да, можно. Но по факту вы от этого результат получите минимальный, либо один, либо вообще никакой. Потому что представьте себе, когда доказано психологами, что максимум три вариации – это то, что должны вы представить для выбора первого раза. Какая ваша задача? Ваша задача на первом шаге, чтобы ваш клиент сделал хотя бы один заказ. Мы же понимаем, что вот если ему понравилось, например, то, что вы здесь видите, бустер, то он обязательно закажет крем. Если ему понравился крем, он обязательно закажет тоналку. Если ему понравилась тоналка, обязательно закажет тушь и прочее, прочее. Самый главный вопрос первого шага – это чтобы он вошел к нам, он стал нашим клиентом. То есть не надо стремиться, чтобы первый же заказ был там про определенные баллы. Вообще не нужно думать про баллы, нужно думать опять-таки, если вы крутой инфуэнсер или крутой нетворкер, вы должны думать о том, какой для данного человека решается задача. Вы правда должны заботиться о данном человеке. Поэтому первые три шага, первые три действия, которые мы делаем, мы выбираем с каталога три продукта и акцентируемся только на коммуникацию этих трех продуктов. Вы можете выбрать любой продукт, который вы верите, который вы любите, и подготовиться. Второе – это вы должны подготовить материалы обязательно, потому что я выбрала три продукта, я буду на них делать акцент. Я, соответственно, на эти три продукта готовлю материалы. И третье, и очень важное, мы должны помнить, что наш клиент не любит длинную коммуникацию. Поэтому коммуникация должна быть очень короткой и очень в тему, без воды. Поэтому третье – это рассчитываем цену с учетом доставки нескольких вариантов. Я сейчас покажу, как это на практике действует. Вот здесь я не переделала. В Грузии, например, мы даже предлагаем, что привлекательная цена для покупателя для первого заказа – это в районе 400-500 гривен. Поэтому продукт можете выбирать из этой зоны, чтобы вот эта цена, она такая, более легко его оплатить в первый раз на продукт, который я пока еще не знаю. Поэтому тут вот эти все моменты нужно учитывать. Итак, первый шаг – подготовка. Куда входит каталог, выбираем только три продукта, готовим все материалы и рассчитываем цены заранее. Как это выглядит технично? Например, это должно быть фотоматериал. Обязательно, вот видите, это три продукта. Это бустеры, два крема. Это должно быть краткая аннотация. Я же считаю, что тот текст, который вы сейчас видите, слайд, где он длинный. Такой длинный текст тоже никто не читает. Его можно еще в три раза сократить. И планирование постов. На какой регулярности вы будете делать эти посты в социальных сетях? В день три раза – это наша рекомендация. Это утро, днем и вечером. И очень хорошо работает в ваших отзывах, когда вы будете говорить о продукте, такой метод, который называется «задали вопрос в личку, в личку отвечаю публично». И знаете, тут создается эффект, что вам в личку много раз этот вопрос задали, и вы всем разом решили это публично ответить. И тогда создается важность этого продукта, что на самом деле всем интересен. Поэтому вот эта техника хорошо работает. Второй метод, который хорошо работает – это «сегодня сказали, сегодня спросили, сегодня случилось». Всегда вашему зрителю, аудитории интересно. Вот сегодня мне дали обратную связь насчет данного продукта. Вот сегодня мне сказали, что этот продукт кому-то помог и так далее. И таких случаев будут у вас все больше и больше, когда вы будете эти техники использовать, о которых мы сегодня в тренинге говорим. И смотрите, вот, например, я подготовила вот бустер в трех вариациях. Вот первая вариация – цена 452 гривен с бесплатной доставки и 67 гривен кэшбэком. Все, достаточно, и две фотки. И может быть маленькая аннотация, если этого клиент хочет. Либо если он уже отреагировал на ваш пост, который уйдет в социальных сетях, где уже была какая-то простая аннотация, то тогда в коммуникации с ним нужно максимально сокращать количество слов. Второй вариант, вы должны эти три варианта рассчитать по отдельности, если вот такой комплект предлагаете, например, да, цена там 470 гривен, бесплатная доставка 71 гривен кэшбэк. Либо цена с доставкой 266 гривен, 40 гривен кэшбэк. Все, этого достаточно для клиента, и чтобы не было там длинное... То же самое я могла написать. Вот цена в каталоге такая. Если вы разместите заказ в каталоге, вы можете получить 15% кэшбэк. А доставка у нас до 400 гривен бесплатно, а если... То есть, 400 гривен бесплатно, а если меньше, то 29 гривен. Я же могла так написать. Могла. Но кто это будет считать? Поэтому очень важный вопрос подготовки. И, соответственно, если выбираете любой продукт, прорабатывайте очень короткую рекомендацию до того, пока это вышлите клиенту. И, друзья, вот знаете, вот всегда поставьте себя на место клиента. Вы бы считали вот такой длинный текст, который я сейчас проговорила? Либо вам лучше супер рекомендуется на заставках только там. Помочь разместить заказ? Точка. Потому что люди сегодня, для них они очень дорожат время. Они много не читают. Поэтому смарт и вот такая подготовка, она поможет вам. Три в день. Чем короче, тем лучше. Да, спасибо. Я вижу, что вы со мной, потому что иногда я такой зашла в азарт, и иногда вас теряю. Поэтому где ваши огонечки? Давайте сейчас меня. Уже час говорю, я смотрю, 59 минут. Дайте мне бодрость еще и энергии, чтобы вы со мной, вы меня видите, слышите, и вы в теме, и вам интересно. Спасибо, мои дорогие. Хорошо. Вот я сейчас опять зарядилась вашими сердечками. Пошли дальше. Шаг второй. Это вызвать интерес. Здесь очень-очень важно, насколько круто вы вызовете интерес, настолько круто у вас будут заказы идти. Да, настолько вам будут писать, а я хочу заказать этот продукт. Какая здесь фишка? Когда вы вызываете интерес, тут два варианта. Либо вы пишете текст, либо вы записываете видео. Ничего нового никто не изобретал, друзья. Я вам хочу сказать так, что золотое правило в этом, на втором шаге, как выразить интерес, это быть искренним и делать посты, либо видео каждый день. Прям каждый божий день. И вы не ожидаете, пожалуйста, результат минимум в течение трех месяцев. Если вы мне скажете, что, наверное, я сделала пять постов, никто мне не написал, я вам скажу, а как долго вы его делаете. Надо его делать три-шесть месяцев для того, чтобы люди поняли, что вы эксперт в этой индустрии. Но помимо этих постов, конечно, свою жизнь нужно показывать, потому что 20% это Арифлейм, 80% это вы. Вы создаете свой личный бренд. Поэтому очень-очень… Ольга, какую-то ссылку выслали, наверное, смайлик выслали. Это очень важно. И смотрите, какие три ключевые момента вы должны использовать, если вы пишете видео. Первое. Вы должны показывать продукт. Вот смотрите, вот это. Вот это коллеги, вот это девочки, вот это. Я вам расскажу потом пример, как я это делаю, и самый лучший пост, который в моей случае, как мой лайфхак, он выстреливал лучше всех. Потребитель должен видеть результат, либо должен слышать результат, что вот эта штучка вам решит вот такую задачу. И третье. Потребитель должен обязательно видеть, либо слышать отзывы от других людей. О чем это говорит? Это говорит о том, что каждый раз, даже если вы дарите кому-то продукт, вы должны себе взять, как правило, собирать рекомендации. И у вас должно быть прямо отдельная папка, где вы храните рекомендации на продукцию. Это очень, друзья, важно. Вот скажите мне, когда вы летите в Турцию, либо в другую, другую страну отдыхать, на что вы обращаете внимание? На то, что как отель себя пиарит? Либо на рекомендации людей, которые там свои отзывы написали? Да, молодцы, так и делаем в марафонах. Круто. На отзывы. Сегодня продукт не продает реклама. Я уже вам об этом говорила, что 50% даже в социальных сетях ставят блог на рекламу. Продает искренние рекомендации. Соответственно, рекомендации, они зарождаются когда? Когда я вижу пример третьей стороны. Я представитель компании, я про него буду рассказывать круто. Даже если это не круто. Вы, наши партнеры, также. Потому что у нас с вами интерес в этом. Но у третьего лица этого интереса нет. Поэтому, друзья, заведите себе, как правило, навсегда. Даже тогда, когда вы дарите продукт, вы должны собирать рекомендации. И у меня такая папка существует. Я всегда собираю рекомендации. Даже своим друзьям, когда я им дарю, говорю, слушай, напиши, что ты почувствовал. Они мне голосовые. И так, и так. То есть это мне очень сильно помогает. Во-первых, я сама больше удостоверяюсь в том, что у нас очень крутое качество. И во-вторых, она прям мне сильно помогает дальше, дальше, если кто-то спрашивает, насколько там хочет услышать эффект третьей стороны. Поэтому вот я сейчас на посте, вы видите, вот Диана, которая выступала в Одессе, наш очень успешный лидер вип-концепции. И вот этот Beauty Lab, про который я говорила. Вот Beauty Lab, там 200 с чем-то тысяч девочек. И она поставила такой пост. Смотрите, что она написала. Вот это как крутой пример. Почему? Потому что я вам расскажу результаты, что с этого поста мы получили. Первое, это счастье, что вам что-то очень понравится, и вы очень довольны результатом. А другое, неописуемое чувство, когда все ваши близкие, с которыми разделяешь эмоции, даешь советы, и они с восторгом пишут тебе письма благодарности. Вот так. И положила фотку свою с рукой, где у нее в руке бустер. Почему она именно этот бустер сделала? Потому что она все материалы уже на этот бустер подготовила. То есть она уже все рассчитала, в папке закинула специально подготовленные материалы, короткое описание, фотографии, все цены уже прочитала. Соответственно, она готова. И она поставила этот пост. Вот 295 комментариев. Сейчас вы видите результат одного часа. Со 295 комментариев она собрала в районе 75 заказов в этот день. А мы, как компания, в этот день продали в районе 1500 бустеров. Потому что с этого поста начали перепосты, 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 перепосты. Вот как работает. Потому что в комментариях она настолько искренне рассказывала, да, на самом деле это было ого-го, это успешный успех. Потому что она в правильное место это сделала. Она сделала правильный пост, но она заранее подготовилась. И она вот заказы размещает, ну размещала, наверное, минуты-полтора, две. Она сама помогала размещать первый заказ. Это тоже технология, про которую я сейчас вам расскажу. Соответственно, результаты вот такие. И тут опять-таки золотое правило. Никто, друзья, не придумает вместо вас, либо вместо меня, какой пост работает лучше всех. Никто не придумает и не даст вам прям конкретный совет, какое видео писать. Я могу сказать, что да, ваше видео, каждая должна отвечать на следующие вопросы. Когда у меня, какая у меня была проблема? Откуда я узнала про этот продукт? Кто мне его порекомендовал? Где я его приобрела? И вот я его приобрела. Какой эффект я получила после нанесения, либо прием, либо употребления данного продукта? И пятое, и самое важное, что решение данной проблемы значит для меня? Вот где включаются эмоции. Я сейчас вам приведу конкретный пример, если это видео. Вы знаете, да, все стик чайного дерева, вот этот стик, который, как помадка. Вот, у моего сына было какой-то высып на лице, и наш консультант порекомендовал нам, купи, пожалуйста, этот стик, ему намажу, он антисептик, и в принципе все должно пройти. Я, конечно, послушала, я это сделала, и на самом деле увидела, что все прошло. Что я сделала на второй день? Я записала видео и сказала своим друзьям в социальных сетях, на Фейсбуке конкретно, что, ребята, вот так и так, у моего сыночка была вот такая задача. Наш партнер порекомендовал вот этот продукт, показываю этот продукт. Вот прям достаю, показываю. Слушай, знаете, я его нанесла на ребенка, и чудо, сегодня ничего нет. А знаете, что это для меня значит? Что я такая счастливая мама, что у меня есть такое средство, что для моего ребенка это так подошло, что у каждой мамочки, я думаю, что это должно быть, девочки, мои искренние рекомендации всем мамочкам. Не поверите, человек 20 это заказал в этот же день. Они мне писали, Нана, где его купить? Потому что это правда была искренняя эмоция, и она по тому алгоритму, который я вам сказала. Какая у меня была задача, где и откуда я про нее узнала, как я его применила, что поменялось после применения, и что это изменение значит для меня. Поэтому если мы будем вот эти пять фишек использовать в каждом посту либо в каждом видео, и это делать искренне, вы после первого раза, будет так себе. После пятого будет лучше, после двадцатого будет лучше. Но когда вы запишетесь в 100, вы будете такой профи уже в этом, что невозможно будет тут стоять перед любым вашим видео либо любым вашим постом. И почему я говорю, что тут нету такого, знаете, прям конкретной формулы? Я формулу уже сказала, эти пять пунктов, но вы должны его отработать сами. И вы его будете отрабатывать только тогда, когда вы сделаете первый шаг, вы переступите через себя. Может, кому-то это делать не нравится, а мне тоже это делать не нравилось, я вам честно скажу. Но когда я думала об одном, что нам это искренне, и ты этим поможешь многим людям, вот тогда только я переборола этот страх. И тогда это у меня началось получаться. Поэтому как только вы об этом подумаете, и будете делать это каждый день, не важно вы женщина или мужчина, не важно вам 25, либо 55, либо еще больше, потому что каждый из нас эксперт в чем-то. Каждый из нас может быть искренним. И каждый из нас может это делать только с одной мыслью, как помочь людям вокруг. И тогда, только тогда все получается. И тогда вот эти золотые правила работают лучше всех. Третий шаг, друзья, это сделка и сопровождение. Я тут привела вам такой реальный живой пример нашего лидера, который тоже очень круто это делает. А тут задача в чем? Что сделка и сопровождение, например, вы сделали пост уже в социальных сетях, вы вызвали интерес, вы сделали это систематично, каждый день делаете, и вам начинают писать люди. Например, как в моем случае, Нана, где это приобрести, либо я хочу. Я тоже хочу это приобрести. То есть и тут 7 правил, я пока 7 пунктов, я пока их проговорю, друзья, а потом мы можем посмотреть пример. Первый, это утопло чинить заинтересованность. И очень важно, вот сейчас вы будете говорить, может быть, думать о том, что сколько времени я должен брать на оформление заказа моего клиента. Друзья, это минута. Когда у вас все готово, когда у вас все заготовки заранее готовы, мы сейчас это проговорим, то это делается очень быстро. И я рекомендую каждому из вас, вы можете нанять человека, который, да, можно не о трем продуктам каждый день, выбирайте один, и просто чередуйте, и можете писать о трех. Но фокус делайте больше, чем 3 не работает. И вот, о чем хочу вам сказать. Вот смотрите, 7 правил. Первое, если мне кто-то написал, я уточняю, вам заказать, то есть правда интересно. И что очень важно, что вот, да, я хотела вам порекомендовать, чтобы первый заказ делали именно вы. Почему? Потому что либо мы, либо тот человек, который в вашей команде этим будет заниматься. Я не знаю, как у вас система настроена, но я бы делала, если бы я была, неважно на каком уровне лидерства я нахожусь, я бы первый заказ своего вип-клиента, я бы оформляла, не то, что сама оформляла, я бы помогала этому человеку оформить первый заказ. Неважно, какой простой или непростой сайт. Вопрос не в этом, вопрос в вашем сопровождении, насколько вы заботитесь о клиенте. И когда вы делаете первый заказ, то ключевое, вы не продукт продаете, вы продаете кредит доверия к себе. Вы продаете то, что вы заботитесь об этом человеке. И ваш клиент будет всегда с вами, если он с первого момента будет вот этот подход чувствовать. Поэтому вот эти семь пунктов, которые здесь прописаны, они вам позволят, чтобы ваш клиент был к вам максимально лоялен. И знаете, когда я что-то от вас купила, либо на вашей рекомендации, у меня должно остаться чувство, что, хуже, как было приятно. Помимо помады, я такой крутой сервис получила от этого человека. Он настолько заботился обо мне, чтобы мне это понравилось, чтобы мне вовремя принесли. Она настолько помогла мне оформить хотя бы мой первый заказ. Вот это чувство, и вот эта нить с первого момента, его нужно сохранять, его не нужно терять. Поэтому уточнить заинтересованность, предложить помощь. Некоторые не хотят этой помощи, они хотят сами все делать, и даже их лишний контакт им мешает, вы это почувствуете. Но те, которые хотят, вы должны им предложить вашу помощь для того, чтобы разместить первый заказ. Я бы сделала так, друзья, это рекомендация. И это не только рекомендация, это то, как работают сегодняшние успешные лидеры по вип-концепции. Запросить необходимую для заказа информацию, то, что они делают, если человек проявляет желание, что он хочет, чтобы вы помогли в размещении первого заказа. Разметить заказы, информировать о 15% кешбэка и бонус красоты в нашем случае. Помощь в оплате в случае необходимости, потому что иногда говорят, а как оплатить, а где оплатить. И тут тоже делаются изначально закатывки скрипты. Нам один раз вам нужно это где-то прописать в каком-то минимальном формате, сделать скрин и дальше это высылать, чтобы вы каждый раз не печатали, потому что это все должно быть автоматизировано. Помощь в оплате в случае необходимости, проговорили, проверить доставку и спросить о впечатлении. Вот эти 7 пунктов, если вы делаете во время размещения первого заказа, вы считаете, что вы должны помочь ему разместить первый заказ, то я вас уверяю, что этот клиент, он будет очень доволен и он долго будет сотрудничать именно с вами. И вот здесь вы видите переписку, я не знаю, это насколько сейчас видно, но здесь конкретные примеры, я вам вышлю эту презентацию, не будем сейчас останавливаться, как это делается и насколько эффективно, в конце заканчивается все сердечками, спасибо, что все принесли. И правила у лидера, они всегда переспрашивают. Вам доставили ваш заказ? А, пожалуйста, можете поделиться впечатлениями? И люди охотно делаются впечатлениями. Некоторые неохотно, но мы сейчас про это тоже проговорим. И смотрите, друзья, очень важно в третьем шаге, после того, как вы оформили сделку, и вы сопроводили человека, и он получил ваше такое экспертное сопровождение, наши успешные лидеры ведут два файла. Один экселевский файл – это для существующих веб-клиентов, и второй экселевский файл – это для потенциальных веб-клиентов. Кто такие существующие? Это те, которые уже у вас что-то один раз купили. Тут ведется имя, фамилия, либо то, как они зарегистрированы в социальных сетях, и какие-то примечания, потому что во время первого контакта вы понимаете, какой цвет нравится. Иногда такие детали выскакивают во время обсуждения, и наши лидеры часто делают примечания. Например, там, день рождения где-то, либо этот подарок купила своему сыну на день рождения, либо еще что-то, потому что дальше это для них очень крутая информация, напомните себе, чтобы держать этого клиента активно. Я понимаю, что компания будет напоминать, что у вас кешбеки, и компания будет напоминать, что у вас баллы лояльности, заберите ваш подарок и прочее. Но ваш личный контакт и вашу персональную рекомендацию его никто не отменял. Это очень, это самое важное. Поэтому я рекомендую, чтобы вы ввели два файла. Один для существующих клиентов, и второй для потенциальных. Кто такие потенциальные клиенты, которые могут вам сказать, что, ой, боже, спасибо, мне бы этот продукт заинтересовал, но у меня зарплата 27-го. Можете 27-го позвонить? Если вы это где-то не записали, не зафиксировали, что Нана и Лева, которая в Фейсбуке записана вот так, потому что часто именно фамилия вы дальше меня не найдете. И очень важная фишка, что лидеры именно фиксируют так, как они записаны в социальных сетях. И дальше примечание, что 27-го у нее будет зарплата, мне нужно ей позвонить. И реально я видела отзывы людей, с которыми вот так звонили, говорили, что вот я напоминаю, и так далее. И это всегда превосходило их неожидание. Потому что поэтому рекомендации ввести эти два файла, они вам сильно помогут, чтобы дальше ввести, чтобы ваши клиенты были активными. И я уже, в принципе, проговорила, что как нужно сохранять активность. Это спросить об впечатлениях, это заполнить таблицу, и обсудить результаты, и выяснить интересы. Иногда очень охотно они рассказывают, как данная задача решила их проблему. И обязательно нужно выслушать, обязательно нужно дать какие-то рекомендации, либо чтобы вы очень рады это слышать и прочее, для того, чтобы вот этот первый классный контакт случился, и этот клиент долго-долго был рядом с вами, получал не только классный продукт шведского качества, а профессиональное обслуживание и рекомендации самого крутого профессионала. И тогда, крикит ваше, в доверие вас будет расти геометрическим прогрессом. И тогда этот клиент не только клиент вам, а этот клиент вам приведет еще миллион клиентов, потому что все хотят сегодня получить классный сервис. Это то, кто не дает, ну, мало кто дает, а продукты классные, по-моему, ну, есть и в других компаниях. Тут тоже нужно дать тебе отчет, что я сегодня очень конкурентный рынок, и мы должны быть конкурентны, не в конкуренции, именно в нашей экспертности, и в нашему сопровождению наших клиентов. Вот, поэтому, если... Вот, посмотрите, четвертый шаг, и вот золотые правила, чтобы суммировать активность, часть активности, это всегда запрашивайте искреннюю письменную оценку приобретенного продукта, даже если вы его давите. Мы это уже проговорили. Второе, попросите их прислать его к вам в личку, так как они часто не хотят публиковать сообщения на странице. Это тоже очень интересная фишка, друзья, потому что, например, я иногда прошу человека, можете написать там на моей страничке отзыв? Они говорят, что нет. Тогда вы можете в личку скинуть? И когда они кидают мне в личку, охотно, там практически никто не отказывает. И дальше я говорю, что я могу соблюдать конфиденциальность, я вашу фото уберу, но просто вот этим фидмэком поделю в социальных сетях. Вы не будете против? Поэтому очень важно соблюдать права человека. И, как правило, мне говорят, да нет, наоборот, не вопрос. И только в этом случае я дальше в своей ленте, в своей сториз, либо другому клиенту, который задал вопрос и интересуется, как оценивают данный продукт, я могу сбросить вот этот скриншот. И здесь вы видите классные отзывы, которые я уверяю вас, что у нас они будут очень скоро, и сейчас у вас они есть, и я уверена в этом. Но больше и больше будет, когда у нас будет много вип-клиентов. И в конце, кстати, мы повторим вопрос, какое количество вип-клиенту мы ожидаем в девятом каталоге, так что будьте готовы. И поэтому я уверена, что у нас видбеки будут там, может быть, гораздо круче, чем то, что вы можете почитать на этом слайде. А здесь пишут о том, что вот эта девочка, она пишет о том, что она вообще не могла появляться на экранах, потому что у нее была кожа, у нас в ужасном состоянии. После нашего бустера, нашего линии оптимал, как у нее почистилась кожа, и она просто это искренне от им делится. И представьте, когда это высылаешь человеку, у которых те же самые проблемы, то тогда вопрос, сколько это стоит, либо, а почему я должна именно этот продукт купить, он не существует, он автоматически исчезает. И смотрите, какая статистика интересная. 80% потенциальных пользователей отказываются принять или приобрести новинку при первом предложении. Это статистика во всем мире. Тут нет конкретно Украины, но она очень интересная. Но при том, друзья, 40% людей, которые отказались, передумывают при повторном предложении. Поэтому, когда я говорю, что пост можно делать там 2-3 раза в день, то это работает, потому что один раз я увидела, пропустила, на второй раз не пропущу. Либо вторая методика. Я должна как минимум в течение недели-полтора услышать об этом минимум 6 раз. Ну так, ненавязчиво. Где-то оно должно проспозить для того, чтобы я приняла решение. Поэтому 80% сразу отказываются, 40% на повторном предложении принимают решение его приобрести. Принимают решение приобрести, но не факт, что покупают. А 20% сразу же покупают. 15% или 20% потенциальных клиентов соглашаются купить продукт при первое предложение. А 15% соглашаются и сразу покупают. Какой здесь мораль? Он очень простой, что напоминайте о себе правильно и систематически. И тут вот это правило 5, 50 и 100, оно также работает с вашими веб-клиентами. Если вы будете ввести два файла с текущими, с потенциальными, то тогда вы можете их разбить, потому что со временем вы поймете, кто из них на какой регулярности приобретает продукт и сколько людей приводит. Это будет для вас основание с ним поговорить о дальнейшем возможности стать бренд-партнером. И тут, друзья, тоже хочу очень важно проговорить один момент, что какие правила, когда мы предлагаем веб-клиенту становиться бренд-партнером, это очень важно. Там три признака. Первый признак, когда он звонит и задает вопросы. Второй признак, признак это он уже сделал заказ у вас минимум третий раз. И третий признак, он уже начал рекомендовать продукт своим друзьям. Поэтому очень важно при наличии этих трех, либо двух из трех, либо одного из трех факторов вы предложили данному человеку стать бренд-партнером. Если этих факторов нету, я купила у вас первый раз одну губную помаду и тушь, то тогда со мной говорить о бизнесе не стоит, потому что пока рано. А если я сделала это повторно, а еще по своим другим рекомендовала, то, конечно, вы это увидите в системе, конечно, я об этом буду звонить и вам говорить, что вот моя подруга Нина тоже хочет, могли бы вы ей тоже помочь, то тогда я тот человек, с которым вы должны поговорить о бизнесе. Еще раз напомню вам о статистике, что от 7 до 10% клиентов в течение 3-6 каталогов становятся бренд-партнерами. Это статистика, которую мы имеем в Грузии. И большинство из них, они сами задают вопрос, а у вас что, можно и зарабатывать? Поэтому тут с этим нужно быть осторожны и не спешить, для того, чтобы не потерять вот эту нить. И клиенту нужно дать возможность быть клиентом. терминология, друзья, которые мы должны использовать во время присоединения VIP-ов в нашей организации. Лучше номер корзины, чем регистрационный номер. Да, мы должны уйти от слова регистрации, потому что часто регистрация ассоциируется с какой-то обязанностью. Я ничего делать не хочу, я хочу просто помаду. Поэтому в этом случае номер корзины очень хорошо работает. Открыть персональную корзину, очень правильная, красивая формулировка, нежели присоединение либо регистрация. И третье, это помогу с удовольствием приобретение продукта. Либо еще лучше звучит, помогу вам разместить ваш первый заказ, либо помогу вам открыть вашу корзину. Вот эта формулировка, нежели давайте я вас зарегистрирую. Я предлагаю, чтобы мы ушли от той коммуникации вообще с клиентами, которые мы видим направо. Потому что, опять-таки, это связано с какой-то обязанностью. И они этого не любят. И тут я уже говорила, знаете, про социальные сети. Я обязательно поделюсь с этой презентацией, у вас будет слайд, но в вашей странице там мораль одна. Посмотрите свою хронику чужим взглядом. И задайте себе вопрос, доверяли ли вы совету этого человека. И если вы ответите вопрос, что да, значит, у вас все в порядке. Если вы посмотрели третьим глазом, либо человеку, которому вы сильно доверяете, сказали, что посмотри, вот просто на фит, представь, что ты меня не знаешь, ты бы доверился этому человеку, то тогда вы поймете, что нужно менять. Поэтому здесь правило, что можно делать, что нет, и вы эти материалы также получите. Что работает очень круто? Работает интрига, визуал и короткий текст. Мы об этом уже говорили. И очень важно, как глаз считает, каким образом нужно скроллить. И знаете, вот когда мы скроллим Facebook, мы на что-то останавливаемся. Вот я сейчас скроллю его, и где-то вот я остановилась, потому что вот мне именно вот это захотелось посмотреть. И сделали такое исследование, как скроллит глаз. Глаз, если большой текст, как он читает? Он читает заглавие, он читает правый угол, и он читает заключение. Если вы обратите внимание, то длинные тексты вы читаете именно так. Поэтому, если в каком-то крайнем случае ваш текст длинный, либо он не длинный, но он все-таки такой умеренный, все равно обратите внимание, что ключевые моменты вы должны написать в заглавии, потом это должен быть где-то в середине правый угол и в заключении. Потому что вот только вот зная это, таким образом построение вашего текста в социальных сетях привлекать будет максимальное внимание в соцсетях. И сейчас я вам говорила, что будет некий сюрприз. Сегодня, друзья, мы вам рассказали о том, что четыре шага инфлуенсива это то, что вы должны делать. Это то, что вы должны делать для того, чтобы быть успешными в концепции, чтобы у вас было как можно больше лояльных, вип-клиентов в большом количестве. Но есть вторая сторона. Как можно инвестировать для того, чтобы ваша реклама на арт-таргетинг работала и также реклама приводила все-таки людей к вам, вашей организации. Поэтому мы решили с командой что мы сделаем дополнительный модуль специально эксклюзивно для вип-амбассадоров, который состоится 5 июля в 5 часов и этапу динам